добрый день дорогие мои зрители и так мы продолжаем с вами работу над выкройкой на полную на фигурку нижнего типа нам прислала просто мария такую задачу с вами да и мы уже дошли до того что мы построили с вами базовую конструкцию но как я вам и обещала я хочу показать вам те приемы кроя которые использовались 50 60 годах прошлого века 100 фасонов женского платья например вы можете в этой книге там найти белорусского минского издательства есть очень хорошие книги старенькие поэтому смотрите туда учитесь там был очень точный крой вот на такие нестандартные фигурки ну а я расскажу вам эту немножко историю дальше мы продолжаем и так мы провели контроль по всем позициям по груди по талии по бедрам мы вышли на то на что хотели мы получили и вроде бы мы можем уже такое изделие и выполнить из ткани перейти к моделированию и все там шить но посмотрите что я нарисовала в базовой конструкции я нарисовала так называемые полурельефы почему они нам удобны потому что когда у вас вот такой огромный раствор боковой вытачки видите какое большое идет расстояние то то линия вот это она достаточно искажена то есть она одна вот такая линия на фигурке не обеспечит идеальной посадки когда раствор вытачки вот такой огромный вот такой большой здесь у нас 14 сантиметров нужно его успокаивать нужно сдвигать вот эти вот боковые швы друг другу нужно чтобы он был разбит на несколько маленьких для того чтобы обеспечить вот в этом месте и вот в этом месте идеальную посадку чтобы наша к форма нашего платья больше соответствовала форме вашего тела такое плоскостное решение не есть для нее идеально хотя если его выполнить из трикотажа то будет все хорошо но я говорю сейчас не от трикотажа а более сложной обыкновенной ткани которая совсем не обязательно будет у нас тянутся и поэтому я выбираю нужные мне сейчас вспомогательные линии а именно вот эту рельефчик который мы видим на техническом эскизе спереди откуда он начинается где-то вот отсюда я думаю я бы его начала и нарисовала бы его вот таким вот таким вот я бы его нарисовал пока в тонких линиях буду все изображать так это несущая сторона моего рельефа дальше я хочу чтобы он у меня немножко расширялся книзу поэтому от линии талии я нарисую несущую сторону рельеф чека вот так посмотрите я выбрала ее раз с узела немножко к талии как и вот здесь до сужаю вот это расстояние уменьшаю относительно вот этого я немножко расширяю к низу теперь смотрим на нашу вытачку раствор этой вытачки какой четыре сантиметра значит вот от этой точки все четыре сантиметра я откладываю вправо отложила весь раствор справа от стараться стороны своего рельеф чека но вот этот рельеф чек свой я хочу вам обвести сразу каким-то карандашиком чтобы его было видно но в то же время чтобы не очень все у меня какое-то чтобы уже результат вам было видно смотрите вот это у нас будет окончательный результат потому что мы приближаемся с вами к финалу потихоньку так теперь дальше четыре сантиметра вот эти четыре мы сюда отложили вот эту вершинку мы сносим вот сюда и должны нарисовать ее немножко немножко выпукло потому что нижняя часть и может быть даже и пониже вот так я ее нарисую видите как выпукло немножко нарисовала как любой рельеф дальше вверх у меня куда сходится верхняя точка вот сюда и я по идее должна прийти вот так вот вот так вот дальше оформить но посмотрите как некрасиво ведет себя правая сторона не хочется мне так делать а что мне хочется делать так вот здесь у меня у такой фигурки тоже выпуклость а здесь ее нет я возьму и вот эту линию отодвину вот посмотрите как она у меня было да я отодвигаю ее насколько но вот на два сантиметра я ее отодвину например на 2 так вот так я ее отодвину вот в этом месте обязательно строго параллельная вот такая вот прямая вот это расстояние 2 сантиметра отодвинула и дальше я уже имею возможность красиво достроить вот эту свою боковую часть посмотрите какая она симпатичная выходит здесь она у меня будет вогнутая наверху а дальше она у меня придет в ту линию в которой было я уже немножечко приподнимусь повыше чтобы все это вот так успокоить ну вот извините меня что я работаю в таких условиях других к сожалению у меня нет вряд ли когда-то будет вот так вот мы нарисовали с вами вот эту боковую часть нашего рельеф чеком и чтобы закончить с этим рельефом смотрите я бы немножко его вот сюда тоже расширила просится просится наша фигурка поддержать хотя бы вот так и мой рельефчик будет выглядеть я заводим другой карандаш он будет выглядеть вот так это вторая сторона с сюда дальше идет выпукло дальше идет прямая вот такая линия так что случилось у нас с нашей шириной груди она стала на два сантиметра меньше значит я могу боковой шов для компенсации перенести на эти два сантиметра вперед правильно конечно если я переношу его вот сюда тогда внешний вид у меня получается вот такой вот смотрите я пытаюсь нарисовать и у меня получается очень крутая линия да если я так делаю а мне какой мне не нравится такая крутизна мне хочется сделать как-то вот так например да вот таким образом значит что мне хочется сделать мне хочется увеличить прибавку по талии вернее и у меня получается увеличение прибавки по талии а я ведь не зря нарисовала вот здесь средний шов чтобы талия сохранилась узенькая я хотя бы сантиметра полтора могу забрать вот в этом среднем шве и на эту величину увеличить на эти полтора сантиметра увеличить могу свое изделие потому что забрала там и тогда боковой шов у меня будет выглядеть вот так 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 а верхняя часть этого бокового шва у меня будет выглядеть уже вот так конечно заморочила вам голову но это сложный крой вот так и вот эта часть как она у нас была проймы была вот такая вот часть проймы она вся переводится у нас смещается вот по эту сторону смещается на два сантиметра как бы параллельно вправо вот так вот так и окончательный результат у нас получается вот такое могу немножко поуже сделать вот это расширение потому что я уже добавила немножечко вот сюда вот вот ну и конечно же раз мы с вами немножечко в средний шов забрали тогда я его оформлю до груди здесь до бедер если мы немножко его приталиваем есть смысл внизу хотя бы поддержать эту линию и на сантиметрик тоже расширить посмотрите вот так я расширила внизу да и центральная часть полочки стала выглядеть вот таким образом вверх я сейчас его обведу но вы понимаете чтобы закончить да что это абсолютно не окончательный вариант что дальше мы можем его моделировать любым доступным нам способом переводить эту вытачку куда угодно вот так вот сейчас перед вами яркая картинка очень правильная оформленного переднего вот этой что мы сделали мы лишнюю ткань вот сюда вот поместили видите где лишняя ткань и она тоже фигурка ваша тоже такого типа она будет проситься также как на спинке лишнюю ткань забрать сюда потому что вот здесь у нее на фигурке выпуклость вы помните что мы анатомию поддерживаем ну и вы уже догадываетесь что все то же самое мы должны сделать каким-то образом на нашей спинке то есть на спинке я тоже хочу вот этот вот вот этот вот рельеф перенести вот на такие вот вот в эти вот вот в эти рельефные швы для того чтобы вот так красиво нам все оформить и тут и тут у меня передо мной возникает определенная задача определенная сложность вот глядя сейчас на это так как я ничего не репетирую загодя заранее да мне хотелось показать вам конечно более простую конструкцию когда у меня нет вот этой вот вот этого выступа ягодиц а когда у меня просто широкие бедра тогда бы я сейчас оформила на спинке точно такую же историю выбрав место вот для этого рельефчика вот так вот так вот так да и отодвинув и вот так вот так вот это все бы сейчас я переоформила и у меня получился бы боковой шок очень очень красивый но тогда у нас остается на фигурке что тогда у нас сохраняться будет и вот эта линия да вот эта линия появляется потому что она нам позволяет забрать и обеспечить выпуклость ягодиц и появляется вот этот вот еще шов ну что мои хорошие конечно это не есть замечательно и хорошо это все можно потом в дальнейшем тоже размоделировать но как бы там ни было будем строги сами с собой и так как у нас большая разница огромная разница 19 сантиметров мы все-таки закончим нашу работу вот в таком варианте который обнаружился на этом этапе то есть я сейчас изменю свое техническое задание таким образом что я оставлю вот на спинке и средний шов и вот эту линию вот эту линию оставлю и в виду вот этот полурельеф который будет позволять мне оформлять мою выпуклость для бедер еще и вот с этой стороны вот в этом вот месте где стоит у меня сейчас карандашик и так поехали значит я так же как на передней 13 минут надо постараться тоже в районе вот этой вот мерочки шеге 2 я рисую так же как вот здесь новое место для своего вот этого вот рельефчика выбираю выбрала так так я пока с верхом разберусь низ чуть-чуть у меня подождет вот эту линию не буду торопиться рисовать потому что мне надо понять какой ширины будет раствор у меня вот этой выточки может быть я часть выточки вот отсюда сюда сейчас заберу я отодвигаюсь точно так же на полтора сантиметра на два сантиметра как в случае с полочкой вот так отодвинулась и это у меня будет как бы лишняя ткань эти два сантиметра они у меня идут вот здесь вот здесь два сантиметра строго параллельно так же как и было тут значит вот эту точку вот эту точку я тоже на два сантиметра отодвигаю точно так же я немножко поправлю чтобы для симметрии вот этот свой шовчик боковой то есть мы его здесь как бы расширили здесь я тоже расширю на такую же величину но это просто трэш какой-то наши строители так и по аналогии ну вот мои дорогие немножко маме повезло прошу прощения получилась вот такая вот история наверху так здесь я красненьким конечно туда приехала красненькая должна мне было приехать сюда наверху а синенькая будет история вот такая и немножко все повторяется вот это расстояние измерили и сюда вот так вот ложили дальше здесь проймочка она не изменится а вот теперь давайте размышлять нам надо нарисовать продолжение вот этого линия смотрите какая огромная у нас выточка здесь конечно же вы уже понимаете что нам хочется сделать нам хочется вот эту выточку опять уменьшить так а эту выточку опять увеличить давайте так и сделаем давайте уменьшим эту выточку вот настолько например я пока еще разочек все просчитаю а потом уже только оформлю и вот это расстояние которое забрала вот в этой огромной выточке я отложу вот сюда собственно вот тут у меня получилась вот эта точка ладно пусть хорошо сейчас я все еще разочек опять просчитаю очень много изменений да смотрите 16 с половинкой раз до красненькой 24 2 от синенькой до этой выбрали 32 3 так теперь от этой точки до вот этой точки 36 с половинкой запомнили 36 с половинкой пришли сюда получили 44 сантиметра а что хотели 40 хотели плюс 3 43 сантиметр лишний значит я еще один сантиметрик могу вот здесь вот отобрать все вот это мне теперь все нравится если я я выйду тогда на 42 сантиметра значит мой полурельеф по спинке выглядит теперь так какой ширины здесь оказалось в этом полурельефе выточка почти 6 сантиметров делим пополам на 3 опускаем вниз перпендикуляр до сих пор и переоформляем свою вытачку раз и два ну как вы думали простых путей мы не ищем и тогда здесь работаем значит весь раствор вот этой вытачки дополнительными вот у меня чуть больше 3 сантиметров 3 с половинкой да делим пополам вниз перпендикуляр чтобы симметрия была так и вот это направление второго вот этого нашего полурельефа и так дорогие друзья прошу прощения за техническую неполадку мы продолжаем я уже начертила дочертила без вас вот эту нашу историю сейчас немножко несколько слов для комментария и так в соответствии с нашей фигурой с такой большой разницу разницы между грудью и между бедрами нам понадобилось несколько ресурсов которых мы могли бы убрать лишнюю ткань по груди это и вот это место на нашем рельефчике это и боковой шов это и вот это место на заднем рельефчике и это вот эта часть чтобы обеспечить нам выпуклость ягодиц вот в этом вот месте я показала что ну и немножко конечно оформляя уже выписывая конкретно прорабатывая детали показалось что небольшое расширение можно оформить внизу в среднем шве спинки так же как мы сделали в среднем шве вот здесь вот полочки что еще хочется добавить вот в принципе это та базовая конструкция к которой мы с вами стремились и можно было бы поставить точку и сказать все мы решили свою задачу и больше нам делать ничего не нужно но я была бы не я если бы я еще раз не проверила сама себя по своим по своим параметрам и только потом перешла бы ко всему остальному нельзя говорят семь раз отмерь один отрежь и так прибавка по груди начинаем считать смотрите 18 быстренько вот так вот вы уже видели как я это делаю да я вот так прохожу по груди двадцать девять с половинкой двадцать девять с половинкой так здесь тридцать восемь тридцать восемь здесь四ок пять с половинкой сорок пять с половинкой пятьдесят четыре я хотела по груди сорок девять плюс пять я и хотела пятьдесят четыре вот видите все хорошо здесь мне всё нравится талия смотрим что по талии шестнадцать двадцать четыре Так, давай 31,5, 36, 44. Талия великовата, ничего страшного. Вместо 2-3 см мы получили прибавку 4 см. Пусть она остается. У вас много ресурсов, где вы можете вот это все подобрать. То есть на примерке вы легко можете это сделать. Тоже все хорошо. Но бедра, понятно, что здесь бедра у нас наши 70 см, как были, так и есть. Теперь, ой, кошмар, конечно. Смотрите, обращаю ваше внимание вот на этот бочок. Видите, какой он заваленный, немножко идет вбок. Что бы я сделала, чтобы выровнять вот эту конструкцию? Я бы вот этот шовчик отвела влево, а вот этот шовчик отвела бы вправо на одно и то же расстояние. И что бы у меня получилось в результате, давайте посмотрим. Боковой шов у меня бы выглядел раз, боковой шов спереди у меня бы выглядел два. Вот так. Ну и, соответственно, надо низ продолжить, да? Снизу это было бы выглядело вот так. И здесь это бы выглядело у меня вот так. Вот и все. То есть маленькая такая манипуляция, чтобы выровнять свои вот этим, да? Чтобы выровнять немножечко свои фигурки, что ли, вам удобно вот это все предпринять и вот это все сделать. Вот так. Здесь так. И кромочка остается, как была. Вот такая получится конструкция. Ну и, конечно, то же самое хочется повторить со стороны спинки. То есть, чтобы ваш крой, ваши выкройки всегда были очень гармоничны, выровнены, выстроены по каким-то вашим пропорциям. Талию не трогаем. Расширили бедро здесь. Ну и продлили, как просится рука, как вам нравится это все дальше. Вот так мне нравится. А здесь наоборот. Насколько расширили с одной стороны, настолько сузили с другой стороны. И вот эта линия, она уже показалась нам более такой естественной, что ли, соответствующей контурам нашего тела. Вот так. Здесь мне уже не нужна, скажем, вот эта линия и вот эта вот линия. Вот так я бы решила эту задачу. На этом разрешите мне сегодня прерваться. Прерваться мы закончили с вами работу над созданием базовой основы вот такого платья. В принципе, если вы переведете нагрудную выточку в горловину куда-нибудь, да, в какую-то красивую сборку, или элементарно отправите ее вот в этот же вот рельефчик вот сюда, в принципе, можно это сделать. Или вот сюда отправить, или еще по фасону, куда вы захотите. Вы решите эту проблему легко. Но наличие вот этих вот, вот этих всех шовчиков и средних швов, и боковых, и вот этих рельефов обеспечит вам ту идеальную посадку, о которой идет речь. Вот на этом разрешите мне сегодня закончить. Всегда ваша Галина Коломейко. Будем мы с вами продолжать или не будем моделировать вот это наше изделие, зависит от вас. Если будут такие пожелания, чтобы мы убрали вот эту вот историю, потому что реально она нам сейчас тут мешает и не нравится вот в этом месте. Если вы хотите, я расскажу вам, как это сделать дальше. Потому что у нас сейчас появилась вот такая вот картинка, что не есть, конечно, хорошо, и не хотелось бы это иметь в окончательном варианте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко.